Андрей 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 Богу Авраама, Исаака и Иакова. Мы служим Богу поколений. Вы заметили, Бог часто представляет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. То есть Он все время хочет сказать, что Я Бог поколений. И поэтому Он дал нам повеление в той же книге Второзакония, которая сегодня упоминалась здесь, чтобы мы любили Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. И дальше здесь продолжение. В Новом Завете мы знаем, что только эту часть Иисус процитировал, что это наибольшая заповедь. Но в Второзакониях мы читаем, что дальше Он сказал, и внушай это детям твоим, и навяжи их, как вы слышали, и на руку, на чело, и повсюду, чтобы это напоминало тебе. И поэтому так важно, чтобы наши дети вместе с нами славили Господа и служили. Поэтому мы тоже любим, мы всегда после нашей части прославления, поклонения в церкви, приглашаем всех детей, чтобы церковь видела, что у нас есть это чудесное, подрастающее поколение, и мы их благословляем, и молимся за них. Так здорово, что они вместе с нами славят Господа здесь на сцене. И большое спасибо за приглашение. Мы уже говорили по скайпу с пастором, его женой, они сожалели, что не находятся здесь в это время с нами, но мы тепло и прием, вот этот, который мы тут ощущаем, мы чувствуем, чувствуем их тепло и любовь, вашу любовь. И мы видим, что замечательно это время, эта идея организовать эту конференцию межцерковных, церковную конференцию хвалы и поклонения, это Божья идея, потому что благодать на этом есть очень сильная. И вчера мы были на семинаре и видели, как много групп прославления уже с такой жаждой съехали, чтобы что-то получить. И вчера это собрание, которое у нас было, оно было прекрасным, потому что Дух Божий, Он снимал бремена с людей, Он освобождал людей. Я чувствую, что это продолжается. И слава Богу за это время сейчас здесь. И вечернее собрание у нас будет также вечер хвалы и поклонения. Приходи, будь частью этого, позволь Духу Святому наполнять тебя, захватывать тебя своим потоком, потому что нам так важно входить в Божий поток, так важно входить в Божью реку, чтобы она приносила обновление и освежение нашей жизни. И я поделюсь словом, я понимаю, что у нас уже время летит, и не так много времени, но тем не менее я хочу поделиться тем, что Бог мне вложил в сердце для вас сегодня. И давайте помолимся и приготовим свое сердце, и скажем, говори, Господь, к моему сердцу, я хочу быть доброй почвой, я хочу, чтобы твои слова, они наполняли меня. Отец, благодарим тебя, благодарим тебя за это прекрасное время. Господь, спасибо тебе, что твое слово, оно живо и действенно, что твое слово, как меч обоюдоострый, что твои слова, слова твои, как являются духом и жизнью, и благослови сейчас это время и это слово, которое будет звучать, чтобы оно попадало в наши сердца на добрую почву и приносило плод, принесло много плода в нашей жизни. Благодарим тебя, Господь, за эту честь, за эту привилегию называться и быть твоими детьми. Благодарим тебя, что ты верный, неизменный Бог, что ты всемогущий, что ты благое, любящий, верный, и мы можем абсолютно доверяться тебе. И все, что ты сказал, это истина. Истина не то, что мы можем чувствовать, видеть, или что обстоятельства нам могут говорить. Истина то, что ты говоришь. Потому что земля и все видимое, оно временное, оно пройдет, но единственное, что пребудет вовек и никогда не изменится, это твое слово. Это твое слово. Поэтому мы с великим трепетом и благоговением обращаемся к твоему слову и принимаем твое слово в нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа, во имя Иешуа. Амин. Хорошо, друзья, я хочу начать с одной всем нам известной истории. Надеюсь, мы читаем Библию, если ты читаешь Библию, ты знаешь. Это история про патриарха Иакова, который был еще тогда молодым человеком. И вы помните, он получил благословение от своего отца Исаака, но получил благословение таким странным, конечно, образом. Мама постаралась, чтобы он не пропустил свое благословение. И я сейчас не буду углубляться в эту тему, это такая всегда очень интересная тема, потому что несмотря что он как бы неправдой такой, пришел там, опередил и принес это угощение своему пищу, своему отцу Иаку, который благословил его, хотя засомневался, не мог понять, потому что голос Иакова, а вот руки Исаава, но все это не без воли Божьей было, потому что Господь прежде уже видел неправильное сердце Исаава, и он там знаете, за чечевичную похлебку продал свое первородство, но Иаков получил благословение, хотя очень вот этим всем странным путем, короче, с этим благословением ему пришлось убегать и спасать свою жизнь, потому что Исаав, когда пришел со своей дичью и пришел за благословением к своему отцу, тот сказал, говорит, у меня уже нет благословения для тебя, того, которое выплеснулось, конечно, он его благословил, это было уже другое благословение, но благословение для первородного своего сына, для того, что Бог предопределил, это уже прошло мимо его, и, конечно, здесь очень много уроков во всей этой истории, но я хочу сегодня посмотреть на жизнь Иакова и увидеть, и обратить внимание на несколько моментов его жизни, и это были очень яркие такие моменты, и первый момент, которым я хочу прочитать и обратить ваше внимание, это в Бытие 28 глава, Бытие 28, и с 11 стиха давайте прочитаем эту историю, и пришел он на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и история продолжается, это когда Иаков убегает от своего брата, и направляется к своему дяде Лавану, спасая жизнь свою, просто убегает от ее, и вот он остановился на одном месте, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и все имени твоем, все племена земные, и вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе, Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я и не знал, и убоялся, и сказал, как страшно сей место, и это не что иное, как дом Божий, врата небесные, и вы помните, он там поставил потом камень, вылил елей, назвал это место Вифиль, мы знаем, что это место Вифиль, дом Божий, он и не знал, он просто устал, утрудившись от пути, он просто прилег вздремнуть, поспать, взял какой-то камушек, наверное, такой удобный, выбрал себе камушек, плоский, наверное, камушек был, вот, и он положил его и прилег, и вдруг, представляете, он засыпает и видит этот потрясающий сон, потрясающее видение, и это не просто был сон, потому что вместе с этим сном, с этим видением, с этими словами, которые он слышал, и то, что он видел, было такое присутствие Бога мощное, и что Господь ему сказал, он ему фактически повторил все слова благословения, которые были прежде еще были провозглашены на Авраама и на Исаака, и вот теперь Яков лежит, и он говорит, земля, Авраам, он говорит, земля, на которой ты стоишь, земля, которую ты видишь, я отдаю, а он говорит, земля, на которой ты лежишь, он говорит, я отдаю тебе, тебе и семени твоему, и посмотрите, такое мощное послание, такое обещание Бога звучит Якову, и в 15 стихе он говорит, и вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда не пойдешь, то есть, я, говорит, не оставлю тебя, доколе не исполню все, что я тебе сказал, и вот когда Яков просыпается, такое Божье присутствие, он говорит, а я и не знал, он видел эту лестницу, представляете, что такое, что делает Божье присутствие, оно соединяет небеса с землей, я верю, что Господь хочет, чтобы наши собрания, наши дома, дома Божьи, становились вефилем, местом, где соединяются небеса с землей, лестница стояла, упираясь в землю, и уходила к престолу, по бокам этой красивой, наверное, шикарной лестницы, которую видел Яков, ходили, восходили, и опускались ангелы, и Бог изрек на его жизнь такие потрясающие, могущественные обетования. Дорогие, что я хочу сказать, что когда Господь нас призывает, Он тоже нам что-то говорит в наше сердце. У каждого из нас, я верю, что есть или был, а если у тебя еще этого не было, должен быть твой вефиль. Господь хочет, чтобы в твоей жизни был твой личный, собственный вефиль, чтобы ты знал, что Бог проговорил в твое сердце. Знаете, когда Бог меня коснулся, а Бог коснулся меня, когда мне было 15 лет, я родился в христианской, такой баптистской семье, нормальный такой, сейчас это многодетная считается, тогда это была средняя семья, потому что было всего лишь 8 детей. Я восьмой в семье, у меня старшая сестра Людмила, потом братья идут, потом Ольга и еще братья, то есть у нас 6 братанов и 2 дочки. Так мама рассказывала, заказала она почему-то, когда была молодой, когда замуж выходила, почему-то она говорила, она говорила, Господи, дай мне, чтобы у меня 2 дочурки было, моя мама с Украины, из-под Мелитополя, там есть деревня, между Мелитополем и Геническом, там есть место такое, вот, она оттуда. И она вот почему-то так сказала, Господь, дай мне 2 дочки, а остальные могут быть сыновья. И вот у нас такой расклад в семье. И большая семья, почему я говорю, что это средняя семья, потому что это было нормально в то время, у многих детей было по 10, 11, 12, 14, у одного диакона было 17. И это были все от одной жены. И это только так наши женщины могут. И хорошо, я сейчас не об этом, но я о том, что казалось бы, все хорошо в моей жизни было. Но вы знаете, враг очень сильно атакует наши семьи. Он так не хочет, чтобы дети познали Бога и поклонялись Ему. Враг так не хочет, чтобы благословенная линия продолжалась. Он так хочет ее где-то прервать. Он так хочет, чтобы какое-то проклятие пришло в жизнь, чтобы мы как-то отломились. Но я очень благодарен Богу, потому что я, ну, насколько я знаю, что я уже родился в семье и был верующим, являюсь в третьем поколении. Именно евангельских верующих, рожденных свыше. Моя бабушка, ее обзывали штундисткой. И за это она даже сидела. А что это такое? Потому что это было, ну, они на час собирались, это, наверное, так называли, потому что, наверное, так с Европы, может, с Германии это шло. То есть протестантское такое движение. И я верующий человек в третьем поколении. Мои дети в четвертом, мой внук в пятом. И я благословляю своих детей, внуков, и я верую, смотрю на своих правнуков, и праправнуков, и я говорю, мой род благословен. Мой род, род священников. Они будут служить Господу. Моя семья, священническая семья. Семьи моих детей, семьи моих внуков и правнуков. Доколе не придет Иисус, доколе не придет Господь второй раз, мы будем служить Господу. Я заявлял это в свою жизнь, когда я еще не был женат. И когда я женился, когда у меня появлялись дети, я продолжаю вместе с церковью провозглашать на нашей семье и говорить, а я и дом мой мы будем служить Господу. Аминь. Дорогие, говорите это как можно чаще. Высвобождайте это, провозглашайте это, потому что в словах есть сила во власти языка есть жизнь и есть смерть. Говори слова жизни, провозглашай истину над своей жизнью, над своими домами, семьями. И вы знаете, я очень благодарен Богу, что меня родители вымолили, потому что в какой-то период они меня потеряли. В подростковом возрасте меня родители упустили. Мне позволили поехать в один пионерский лагерь, когда мне было 10 лет, неполных 10 лет, после третьего класса. И это был хороший, казалось бы, престижный министерский лагерь, куда не каждого ребенка отправляли. И когда я поехал туда, я вернулся оттуда другим мальчиком, плохим мальчиком. Потому что там я увидел, попал в компанию постарше пацанов, которые были крутые, которые уже покуривали, которые дали мне попробовать покурить. И вы знаете, я попал в зависимость. Я с этого возраста стал курить. Потом в мою жизнь через несколько лет пришли легкие наркотики. И к 14 годам я был без пяти минут наркоманом. Потому что я еще не кололся, но все друзья мои, которые были старше, они уже стали колоться. Я не буду сейчас подробно рассказывать. Я могу для этого несколько, мне надо собраний, семинаров, когда я говорю о том, что родители смотрите в оба за своими детьми. И не просто в оба по-человечески, а очень серьезно молитесь за своих детей. Потому что враг очень пасет, где бы можно их украсть. Потому что враг наш, у него уже тоже древняя профессия, вор. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Он ничего нового не придумывает. Запомни, когда ты радуешься, ты вчера радовался, например, на служении, ну не то, что теперь бойся, что дьявол у тебя будет, но просто помни, что у дьявола будет, он будет заинтересован и будет делать все, чтобы украсть твою радость. Если у тебя есть вера, он будет пытаться украсть твою веру, твои отношения с Богом. Он будет постоянно пытаться что-то украсть, но нет места врагу. Писание говорит, но вы не давайте место дьяволу. Аминь. Просто не давайте ему места. У нас есть власть не давать места врагу. И даже когда он что-то похитил у тебя, встань в вере и скажи, дьявол, ты вернешь в семеро. Если что-то он украл у тебя, украл у тебя радость, испортил тебе настроение, посмейся во имя Иисуса Христа, начни славить Господа и прими дозу радости от Господа, которая будет в семь раз больше. И это касается не только радости, это касается всех сфер твоей жизни. Потому что Господь обещал, что когда врага находят, когда мы имеем правильную позицию перед Богом и правильную позицию перед врагом, тогда благословение Господне пребывает на нас и мы всемеро получаем. Когда враг выступает на нас одним путем, он семью путями побежит от нас. Пару человек верят в это. А как насчет остальных? Вы верите в это? Слава Господу! Я очень рад за вас, дорогие. Итак, я немножко стал говорить о себе, потому что в 14 лет моя жизнь очень катилась стремительно вниз. И я стал осознавать, что то, что мне очень сильно нравится, это грех, и он меня убьет. И то, что называется правильной, правильной жизнью верующего человека, почему-то мне это было очень скучно. И я ходил, продолжал в церковь по воскресеньям, но я думал, когда я вырасту, и побыстрее бы я вырос, потому что в 14 лет я был еще очень маленьким, щупленьким, и я еще так сильно это не мог заявить. Но я думаю, я вырасту, и мой брат с армии пришел, и он сделал так. Он так, я его обманул, что он ожесточился так на церковь, он пришел с армии, духовно ослаб, попал в церковь, и понял, что в церкви какие-то интриги, какие-то сплетни, какие-то варки, там просто люди угрызают друг друга. И он посмотрел на это все, написал вот такую поэму, попросил, а у нас в Бабтийской церкви давали время от времени стихи рассказывать, песни петь. И он говорит, можно стишок рассказать, знаете, ну все думают, ну на радостях Володя пришел, ну как бы Кочкина семья, такие были активные, вроде хорошие, и он так взял, написал такую поэму, и она была в стиле лицемеры, гробы окрашенные. Короче, он благородно так послал всех, ушел, зашел в пресс-фитерскую, сказал, где там у вас списки членов, выпечите меня, и ушел. Это была большая трагедия, большая трагедия для родителей, потому что его сердце ожесточилось, потому что он духовно ослаб, дьявол его атаковал, он пришел, и когда он вернулся через два года с армии и попал в церковь, где должна быть жизнь, а там есть сплетни, болтовня какая-то, какие-то интриги, какая-то политика, какая-то, какая-то нечисть, знаете, и это очень грустно. Церковь должна быть святым местом, дом Божий должен быть Божьим присутствием. Аминь. Здесь должны мы любить друг друга, мы должны жить чистой жизнью, святой жизнью, и наоборот, если кто-то отступает или охладевает, он должен возвращаться в дом Божий и переживать Бога, чтобы он сказал, как Иаков, а я и не знал. Я думаю, что это просто община, а я просто думаю, что это просто собрание, а я думаю, что это просто что-то такое, домашняя группа, я думаю, что это просто будет, а это не просто, это Бог, великий, всемогущий, славный Бог, который, когда касается тебя своим Духом, твоя жизнь меняется. Халлелюя. Я не знал Духа Святого в то время, я ходил в такую церковь, она была не маленькая, она была большая, не хочу обидеть, оскорбить, но я там Бога, с Богом, ну, не встретился. Хотя, скажу, Бог меня касался, когда был маленький, в семь лет, было одно мероприятие, было такое служение. Ну, дорогие, я сейчас к тому, что я так благодарен Богу, что кто-то стоял за меня в проломе, когда мои родители увидели, что моя жизнь идет не туда, они не знали, как, как они были и так озадачены с другим братом, моим старшим, у которого были проблемы, с Володей, и они не думали, что их последующий, их младшенький, они думали, что я такой хороший поймальчик, но они не знали, что этот поймальчик уже живет три или четыре года двойной жизнью. И уже, когда это стало выходить настолько наружу, что это невозможно было не заметить, когда я пришел пару раз домой, невменяемым в состоянии, я даже не помню, как я пришел, потому что я был под какими-то таблетками, и я просто был, ну, невменяемым. И когда они столкнулись с этим, и тогда они поняли, что с их малышом большие проблемы. И вы знаете, я в 14 лет понял, что у меня большие проблемы. Потому что мне пообещали, что меня посадят в тюрьму, мне не дадут закончить 8 классов, меня со мной общался один милиционер, возил меня в бобики в милицейском 5 часов, меня так общались, выбивали из меня какую-то информацию, и пообещали мне, что я буду успешно сидеть в малолетней колонии. И я вышел и понял, что моя жизнь куда-то идет не туда. И то, что нравится мне, это грех, и он разрушит мою жизнь. И то, что мне не нравится, называется как бы правильная жизнь. И у меня был большой конфликт внутри. Знаете, у подростков в 14 лет очень большой конфликт. Более того, хочу сказать, что в 14 лет, в 14-15 лет это такой возраст, когда еще мы их не считаем достаточно взрослыми, таких детей, но они уже по психологии, по законам, они сформированы личности. В 14 лет человек сформирован. К 12 годам у ребенка формируются почти все его ценности жизненные. К 14 годам, к 15, он созревает, чтобы сделать выбор, как ему жить. И я был в 14 лет на развилке. Я понимал, что путь, на котором я стою, он ведет меня к разрушению. жить по-другому. Я не знал, как, и меня это не вдохновляло, не мотивировало. Но где-то внутри я знал, что Бог есть. Я знал, что что-то внутри меня говорило, ты не рожден для греха. Но также у меня не хватало откровения и понимания, а как же жить правильно. И я помню, я возвал к Богу. Я сказал, Бог, помоги мне, если ты есть. Но когда я сказал, если ты есть, где-то внутри, я говорил, что ты глупостью занимаешься, ты знаешь, что Он есть. Что-то внутри меня было. Но мне нужно было какое-то, я не знал, что мне нужно было. Я не знал, как мне жить. Я искал путь. И вы знаете, Господь чудесным образом начал действовать в моей жизни. И, во-первых, я получил импульс, что Он сказал мне, ты должен оставить это окружение и уезжай, спасай свою жизнь. И я тогда сказал, Господь, помоги мне закончить 8 классов, и я уеду. Я родился в Алма-Ате, в Казахстане. И Господь меня, и в 15 лет, неполных 15 мне было еще лет, я летом 1984 года покинул Казахстан и переехал в Латвию. И знаете, когда я садился на самолет, и чтобы лететь в Ригу, внутри я услышал голос. Господь говорил, сейчас ты взлетишь, и вся твоя старая жизнь останется там, и не возвращайся к ней. Я был удивлен. И вы знаете, на самом деле, когда я прилетел в Латвию, и я начал жить новой жизнью. Но я ходил, стал ходить в церковь, я жил у сестры своей, в их семье, и я уже вел нормальный, порядочный образ жизни христианской. Я видел, что Бог меня ведет, и Он дал мне такой, вся тяга, как греху, она просто ослабла настолько, что такие воспоминания были, но не было такой тяги. Но в то же время я не мог сказать, что я свободен как-то внутри. Я не мог сказать, что я пережил встречу с Богом. И несколько месяцев я продолжал внутренне искать Бога и взывать к Нему. И почему я об этом рассказываю, дорогие, потому что в моей жизни был Вифиль. Однажды поздно вечером мы были, я был в гостях у одного друга нашей семьи, и мы склонились перед сном на колени помолиться молитвой. Это был поздний час уже, первый час ночи, пол первого. Я просто запомнил это время, посмотрел, уже было пол первого. И он начал молиться, он был старше, и я знал, что он сейчас помолится такой почти заученной молитвой, которая длится три минуты, максимум пять минут. Это как стихотворение, ты приблизительно знал, с чего она начнется. Такие вот были клише такие, знаете, молитвенные. И мы склонились на колени, в моем сердце была такая жажда по Богу, я сказал, Бог, я не хочу, чтобы сейчас эта молитва заканчивалась, я не хочу ложиться, засыпать в таком же состоянии, и завтра просыпаться опять все еще с теми вопросами и пустотой внутри. Знаете, я даже не мог это выразить, но я помню, я внутри себя сказал такие слова. Я сказал, пусть эта молитва не закончится, пока со мной что-то не произойдет. Знаете, бывает, Господу нравятся такие молитвы, и ничего как бы не предвещало, но я сказал, пусть эта молитва не закончится, пока со мной что-то не произойдет. И через каких-то, не знаю, может быть, несколько секунд, минут, я перестал слушать, что говорит этот брат. Комнату стало наполнять такое сильное Божье присутствие, что мы стали плакать, мы стали сокрушаться. И я не могу это передать, но мы стали рыдать, сокрушаться, потому что Божье присутствие, Божья любовь настолько стала течь в мое сердце, и в этой атмосфере я стал понимать, какой я грешный, какой я недостойный, как можно такого любить? И вместе с этим я понимал, что как будто бы Бог улыбается и говорит, именно я и хочу, чтобы ты это понял, что я так сильно люблю тебя, я тебя прощаю, я тебя очищаю. Вы знаете, слезы не могли остановиться, мы просто не могли, мы не могли остановиться в молитве, когда молитва стихала, я попытался повернуться, посмотреть брату, что-то сказать, мы опять начинали плакать. Это было, знаете, просто как в том мультфильме «Король лев», когда они потеряли своего друга, короля, когда он узнал, что он король и должен вернуться, они такие заплакали, и просто фонтаном просто слезы были из глаз, и что-то такое было. И это ночь посещения, а я и не знал, что Бог такой, я вам скажу, а я и не догадывался, что Господь такой благой, такой любящий. Вы знаете, эта молитва, я не знаю, мы потерялись во времени, этот брат рассказывал, что он тоже перепугался немножко, потому что он видел рыдающего, сокрушающего, сокрушающегося такого подростка, молодого, 15 лет, и, короче, ситуация вышла полностью из-под контроля. Наша молитва едва стихла к 4 утра. Когда все стихло, я посмотрел, это было 4 утра, и как пролетели 3,5 часа, это было, ну вот, мы потеряли контроль над временем, это было такое сильное посещение Божье, и я никогда не смогу это забыть, потому что это мой вифиль, это мой вифиль, это время, где Бог мне дал, не просто Он сказал, Он дал мне пережить это всем своим естеством, что мой Бог, мой Спаситель, Он так сильно любит меня, что Он такой прекрасный, что это в силу своего невежества, я думал, что жить святой жизнью, праведной, это какая-то скука, это какая-то мука, это надо себя все время ограничивать, и вот этот конфликт, который был во мне в 14 лет, он закончился, я просто плакал, рыдал, сокрушался слезами радости, я говорил, Господь, ой, если бы я только знал, что Ты такой хороший, что Ты такой благой, если бы я только знал, я бы никогда не шел тем путем, ну, знаете, мне не было это открыто, но я уверен, что Бог желает каждому открыться, Он желает, чтобы, Он желает коснуться каждого, Он желает, чтобы в нашей жизни, в жизни каждого произошла эта встреча с Богом, и чтобы у тебя был этот вефиль, чтобы ты услышал, что Бог тебе говорит, чтобы ты, ну, не знаю, поставил этот памятник, чтобы ты сказал, а я не знал, это место, это дом Божий, врата небесные, я часто проезжаю мимо этого района, где произошло, это такой, очень такой, мрачный район, вообще, там очень много наркотических точек, сейчас говорят, когда я называю эту улицу, Маза Кална, там, говорю, моя встреча с Богом была там, на Москальчике, московский район назывался, на Маза Кална, он говорит, мы сегодня активно ведем служение реабилитации, реабилитируем, спасаем, достигаем очень многих нарко-алкозависимых, и когда я рассказываю о своем свидетельстве, что моя встреча с Богом была на Маза Калну, многие мои братаны уже, которые сейчас освободились, они говорят, это было самое ужасное место, это же самое, самое, самое распространенное район, и это улица, где было очень много этих точек, куда мы ходили за наркотиками, я говорю, а Бог мне дал небесного, пережить там, у Бога есть чувство юмора, там кого-то дьявол в этом районе хотел, подсаживал на иглу, там продавался, продавался наркотики, которые убивали людей, а я там пережил встречу с Духом Святым, а я пережил в этом районе Божью любовь, то есть, знаете, Дух Святой может прийти в любое место, и не важно, что вокруг там тьма и мрак, Бог может посетить тебя и наполнить тебя, и знаете, этот Вифиль, почему я говорю сегодня об этом, потому что нам нельзя забывать о том, что Бог нам сказал в эфире. Я потерял бумажку, я не помню, во сколько мне нужно закончить, но я тихо подозреваю, что у меня время, мы можем еще? Вы мне покажите за пять минут, уже что-то все, я уже через пять минут надо точно заканчивать, хорошо? И тогда я резко начну на снижение, мы тогда пристегнем привезные ремни, ремни приведем к спинке кресел в вертикальное положение и начнем снижаться. хорошо. И, дорогие, я делюсь этим, потому что наша жизнь зависит, знаете, от чего? От того, насколько мы помним, живем, возгреваем дар, который мы получили при встрече с Богом. Прежде всего, я хочу сказать, дорогой мой брат и сестра, которые здесь, если у тебя не было личной встречи с Богом, начни просто взывать к Богу глубоко, глубоко и в своем сердце скажи, Бог, я жажду встречи с тобой, я хочу пережить тебя. хочу сказать, не сравнивай свою встречу с Богом с кем-то. Вот, может быть, я рассказал тебе о своей, ты говоришь, о, ну, меня не было, я три часа с половиной не плакал, может быть, я какой-то не такой. Слушай, с тобой все в порядке, ты такой. У Господа, у каждого своя встреча с каждым. Потому что я когда читаю о встрече с Духом Святым, который был у Банихина, у меня своя встреча была, у Якова была своя встреча, мы можем читать, какая была встреча у Савла, его осиял, ослепил свет, он упал, там, помните, Бог ему проговорил, призвал, сделал его апостолом. Знаете, нам не надо сравнивать и говорить, о, ну, если у меня нет такой встречи, как у апостола Павла, о, если я не умирал, как Лестер Самбрелл в 17 лет и не был исцелен, то я, наверное, не буду служителем. Послушайте, друзья, Бог знает каждого из нас лично и твоя встреча с Богом это твоя встреча с Богом. Даже если ты ничего не видел, особо ничего не переживал, может быть, это было нежное прикосновение, может быть, Господь коснулся тебя и вдруг ты понял, просто понял, ах, вот же в чем смысл жизни. Правда? Я верю, что Господь каждого коснулся. Скажите, у кого был, твой какой-то вефиль, такая встреча с Богом, которую ты знаешь. Аллелуя. Большинство рук. Кто, может быть, не поднял руку, ты поленился, а может быть, ты честно не поднял руку, потому что у тебя не было этой встречи с Богом. Моя молитва к Богу сегодня о вас. Моя молитва вместе с вами. И я прошу вас, я повторяю, начните взывать к Господу, искать Его, и сказать, говори Богу, Господь, я хочу пережить встречу с Тобой. Я хочу знать, что у меня, я хочу свой личный вефиль. Потому что это очень важно. Потому что в этот момент, это есть момент истины. Знаете, враг будет приходить и пытаться вам, нам говорить в жизни, что что-то с нами не так. Он будет нас пытаться сбить с толку. Он попытается, чтобы какие-то проблемы, трудности в нашей жизни отвлекли наше внимание, чтобы мы сфокусировались. Дьявол будет пытаться что угодно делать, чтобы ты, может быть, на кого-то очень сильно обиделся и попал в ловушку сатаны и был в горечи и в обиде годами. Для чего? Для того, чтобы тебя увести от твоей судьбы. Но, друзья, наша судьба от Господа. И Бог, когда с нами встречается, Он вкладывает в нашу жизнь мечту. У кого был весель в жизни эта встреча с Богом, вспомни, вместе с этой встречей с Богом у тебя в сердце родилась, рождалась какая-то мечта. Ты хотел любить весь мир, ты хотел спасать весь мир, не так ли? Может быть, у тебя какая-то родилась идея. И часто мы потом говорим, ой, это так мы были, как молоды мы были, как искренне любили. Это было в прошлом. Нет, 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 друзья, мы ответственны за то, чтобы это было сегодня. Господь обращался к церквям и говорил ангелу церквей, разным церквям, семи церквям в откровении. Вы помните, Он сказал одной из церквей, что я знаю все твои дела, все твои достижения, но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил первую любовь твою. Друзья, вефиль, это наша первая любовь. Аминь. Встреча с Богом. Когда Господь коснулся тебя, когда Он открыл твои глаза, и ты понял, как же ты заблуждался в своей жизни, но теперь ты нашел истину. Это так? Друзья, и это и есть момент истины. И нам нужно возвращаться к вефилю. Я знаю, что моя проповедь на эту тему, она очень такая немаленькая. Я ее сокращу, и мы говорили, что мы поговорим о Иакове. Упуская очень много моментов в жизни Иакова, вот здесь Бог ему проговорил, открылся ему. Вы помните, он потом пошел к своему дяде Лавану, там он работал семь лет, потом еще семь лет, короче, двадцать лет он там был. Потом он вышел очень-очень богатый с несколькими станами крупного, мелкого, разного скота. Потом все дети родились его. И вот история, которая была очень трагичная история в жизни Иакова. Я хочу, чтобы вы увидели, что с его жизнью произошло. Бытие уже тридцать седьмая глава, давайте перенесемся в тридцать седьмую главу. Мы читаем в третьем и четвертом стихе об Иакове, об Израиле. Написано, что Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Наступил такой момент, когда Иосиф поделился своими снами, своими видениями. Здесь мы читаем, что Израиль Иаков очень любил Иосифа более всех, делал ему разноцветные одежды. Я, знаете, чем-то понимаю Израиль Иакова, потому что я в семье восьмой, меня папа с мамой родили в сорок лет, я тоже уже такое дитя, как сказать, старости, как вот здесь об Иакове, и меня тоже отец очень сильно любил. Он сделал однажды даже такое заявление, очень-очень-очень неразумное, немудрое, я думаю. Вот знаете, что сказал детям, он сказал, что у него настоящие отцовские чувства появились, когда Андрюшка родился. Это была у него большая ошибка. За это он потом, ну, было очень непростые взаимоотношения с некоторыми детьми, но потом Бог все это уладил. Это речь шла обо мне. И я знаю, что такое быть последним, и когда тебя балуют больше, чем кого-либо. Когда уже энергии, когда уже поумнел, повзрослел и в 40 лет не сгоняешь все свое зло и усталость на детях. Это как, это как мне сейчас 43, у нас внук, и я, конечно же, смотрю на него совершенно по-другому. И, ну, вы понимаете меня, не будем углублять эту тему. Ну, вот Иакову, мне единственное повезло, меня братья не возненавидели так, как Иосифа и не продали в Египет, в рабство. А с Иосифом произошло именно так, потому что однажды, давайте дальше читать в Бытие 37 глава, когда Иаков попросил посетить своих братьев, и он пошел их навестить, они увидели его и сказали, вот идет этот мечтатель, давай его убьем. И, и когда они сперва его хотели убить, потом все-таки давай, продали его в рабство. И что они сделали? Они взяли его одежду, разодрали его, мы читаем с 32 стиха, и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали, мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф. Представляете, какое горе, какое горе для любого родителя, только подумай, любимое дитя твое и вдруг трагедия, он, его нет, его убили. Потеря. Вы знаете, самые, самые большие травмы мы переживаем, когда мы терпим вот такие потери. Иаков, он, он был просто, он был потрясен, он разодрал, следующий стих, 34 стих, разодрал Иаков одежды свои, возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Я хочу, чтобы вы обратили внимание в 35 стих. Они собрались его утешить, но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Ужасное горе. часто люди, мы проходим через разные проблемы. Кто-то говорит, ты не представляешь, через что я прошел, через что я прохожу. Возможно, у кого-то большая трагедия подобна Иакову. Но, дорогие мои, я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, что сказал Иаков, что он сделал. Писание говорит, что Бог не посылает, не дает испытания сверхсил и всегда пошлет утешение. Но вы знаете, чтобы быть утешенным, это тоже наш выбор. Часто мы не хотим принять утешение. Часто мы просто погружаемся в эту тьму и мы отказываемся от утешения. И второе, что мы делаем огромную ошибку, мы собственными устами говорим на свою жизнь, высвобождаем то, чего Бог не говорил. Когда был Вифиль, когда Иаков лежал, говорил ли Бог ему что-то подобное, что сказал Иаков о себе? Иаков сказал «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Воля ли Божья это была? Но он сказал это на свою жизнь. Дорогие, это очень сильный урок для каждого из нас сегодня. Что ты говоришь в дни печали? Что ты вообще говоришь на свою жизнь? Что ты высвобождаешь на свою жизнь? Когда случаются проблемы, когда какая-то атака, когда происходит то, что ты не планировал, когда происходит может быть потрясение в твоей жизни? Здесь мы видим очень серьезный урок. Иаков отказался от утешения. Дорогие мы, никогда не забывайте, у нас есть Дух Святой Утешитель. И когда Господь хочет тебе об этом сказать, утешайся, укрепись с Мною, а ты говоришь «Ты меня не понимаешь, я не хочу», и мы отвергаем, и мы забываем про Утешителя, мы делаем очень большую ошибку. Потому что через что бы ты ни проходил, Бог обещал быть с тобою. Разве в Ефиле, когда мы читаем то, что мы читали в 28 главе, разве Бог сказал, я благословлю тебя, я тебя размножу, но потом в твоей жизни произойдет большая трагедия, и ты закончишь свою жизнь в депрессии, в унынии, и с печалью сойдешь в могилу. Бог сказал ему об этом? Этого не было в сценарии Божьем. Дорогие, когда Бог что-то говорил нам, нашу жизнь в Ефиле, и Он тебе что-то сказал, вот сценарий твоей жизни. Вы здесь, братья мои, сестры, вот сценарий для нашей жизни. Он сказал, я благословлю тебя. Господь сказал, я буду с тобой, я не оставлю тебя, я сохраню тебя, куда бы ты ни пошел, да коли не исполни все, что тебе сказал. Вот что в Ефиле Бог ему говорил. Ну посмотрите, наступил момент, когда Яков отказывается от утешения. Он говорит на свою жизнь слова, которые просто убивают его. Почему, что произошло с Яковом? Вы знаете, что Яков на какой-то период умер. Я бы сказал, он упал, впал в духовную кому. Последующих нескольких глав, семь глав, мы ничего о Якове и больше не слышим. Начинается развиваться события с Иосифом. Я не буду о них сейчас напоминать. Вы помните, Бог оставался верным для Иосифа. Он возвысил его, поднял. И вот теперь Иосиф второй человек после фараона. Везде голод, все идут, покупают, и он открывается наконец своим братьям. Помните? Очень драматичная история. Там слезы, плач. Они думают, что он их никогда не простит. Он сказал, я вас прощаю. Да вы поймите, что Бог обратил это зло в добро. Как мне это нравится все. Как Бог смотрит иначе на жизнь, как мы порой смотрим. И потом он говорит, давайте, поезжайте, привезите моего отца. И он отправляет колесницы, отправляет последний раз уже своих братьев, чтобы прийти к отцу. И что мы читаем? И что приходит, Бытие 45 глава, и с 25 стиха. И пошли они из Египта и пришли в землю Хананскую Киакову отцу своему. И известили его, сказав, Иосиф, сын твой, жив. И теперь владычествует над всей землей египетскую. Смотрите, но сердце его смутилось, ибо он не поверил им. Он даже не мог в это поверить. Он не мог, он настолько был погружен в эту тьму, в эту уныние, что он сказал на свою жизнь, и что я с печалью сойду в преисподнюю, в могилу, с сыном своим, то, что не было планом Божьим. Но как мне нравится Бог, даже когда мы делаем такие глупости и ошибки, Бог остается верным. Я хочу сказать, Бог не закончил с тобой. Он не закончил ни с кем из нас. Все, что он сказал о твоей жизни, он будет бороться за тебя. И слава Богу, возвестили хорошую новость, и я хочу сегодня возвестить. Друзья, Иосиф жив. Я не знаю, что это для тебя, но Иосиф жив. Мечта, которую Бог тебе дал, Бог ее не списал со счетом. Он все еще верит, что ты должен подняться, что эта мечта должна воскреснуть и должна работать в тебе с новой силой. Жив Иосиф. Иаков смутился, не поверил. Дальше мы читаем в 27 стихе. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы взять его, вот заметьте, вот она ключевая фраза, тогда ожил дух Иакова, отца их. Слушайте, ожил дух Иакова. Значит, что с ним, с его духом было? Мертвым был. Он был, он, он, когда отказался от утешения, когда сказал, я с печалью сойду в могилу, он впал в эту кому, он как бы умер. Он перестал жить, он стал существовать. Братья мои, сестры, это, это очень важно сегодня услышать это. Услышь, Господь говорит, жив Иосиф. И мне тут нравится, как мне нравится это место. Я был в шоке, когда я однажды прочитал эту историю. Я читаю Библию уже очень много лет. И когда я увидел это, я думал, я никогда не читал, что дух Иакова ожил. А по какой же причине он умер? По той причине, что трагедия, проблемы, горе, оно может так сильно ударять по нашей жизни. И какая будет реакция наша? Но здесь написано, я жил дух Иакова. И смотрите, и теперь, до этого его называют Иаковом. Но 28 стих следующий. И сказал Израиль. Знаете, когда ты живешь своими мыслями, ты Иаков, но когда ты берешь слова Бога, ты Израиль. Аминь. Что Бог говорил тебе в эфире? Это истина. И Он дал тебе новое имя. И Он дал тебе судьбу. Возвращайся к ней. Возгревай дар, который в тебе. Возгревай мечту. Возгревай призвание. И ожил и сказал, смотрите, я ожил дух Иакова и сказал Израиль. И что он сказал? Довольно. Хватит. Понимаете? Мы, бывает, привыкаем к чему-то, мы живем, но Бог говорит, когда же ты поднимешься в духе и скажешь, довольна. Хватит мне находиться в этой тьме. Хватит мне находиться в этой унынии. Довольно. Всего для меня. Еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не уберу. Новое исповедание вышло. Ожил дух Иакова и опять он высвободил слова на свою жизнь правильные. Сказал, хватит унывать, хватит жить в депрессии, хватит жить в рабстве, во тьме. Встану и пойду. Знаете, как блудный сын тоже дошел до состояния и потом, написано, пришел в себя, очнулся и сказал, хватит, довольна, у меня же отец есть. Встану и пойду к отцу моему. Наступит этот переломный момент в жизни каждого из вас. Давайте, друзья, поднимемся и помолимся. Аллилуйя. Откройся сейчас перед Господом. Сегодня время, я просто верю, что Господь кому-то сегодня говорит здесь, на этом месте, чтобы ты в духе топнул ногой и сказал, довольна, хватит мне находиться в унынии, хватит мне находиться в каком-то печали, хватит мне оплакивать. Я чувствую, что Господь сегодня кому-то напомнил какую-то ситуацию в твоей жизни, когда ты, подобно Якову, отказался от утешения, согласился, сделал неправильный выбор, согласился унывать, согласился печалиться, но Господь говорит, это неправильно. Это грех. Друзья, грех разделяет нас с Богом. Не верь, это грех. Начни доверять Богу. Начни доверять Богу. Начни говорить то, что Бог говорит в свою жизнь. Начни благодарить Его, славить Его. Вспомни свой весель. Я молюсь сегодня этой молитвой. Господь, я молюсь сейчас за моих братьев и сестер, я молюсь за тех, кто здесь сегодня. В жизни, кого, может быть, никогда не было в веселя. Друзья, я хочу помолиться за тех, у кого не было личной встречи с Богом. Ты хочешь этого. Давайте все закроем глаза. Я не буду вызывать вперед, возлагать руки, но я хочу, чтобы у всех у нас были закрыты глаза и, может быть, мы просто склонили свои головы. Пусть никого не смущает то, что ты поднимешь свою руку, но я хочу сейчас, чтобы мы закрыли глаза и опустили свои руки. Я хочу помолиться за первую категорию людей, у кого сегодня кто не знает, у кого не было встречи с Богом. Может быть, ты по привычке, может быть, по приглашению, по дружбе, какие-то другие причины, почему ты здесь, но ты не можешь сказать, что у тебя была личная встреча с Богом. У тебя не было этого веселья, не было этой встречи, но ты хочешь ее. И я хочу тебе сказать, что Бог желает тебе открыться. Если это касается тебя, подними свою руку. Я хочу видеть, сколько людей сегодня просто жаждут встречи с Богом. Просто подними свою руку перед Господом. Я молюсь от тебя своими Иисуса Христа, Я молюсь от тебя своими Иисуса Христа за этих людей. Знаете, может быть, не так много людей, поэтому, если вы хотите прийти сюда на личную молитву, придите очень быстро. Я хочу возложить на вас руки и помолиться за тех, кто желает иметь встречу с Богом. Я видел, не так много поднят рук, поэтому, пожалуйста, не выходите все на молитву. Не выходите сейчас, если вам тяжело, у вас была встреча с Богом, но вам сейчас тяжело, я сейчас не об этом молюсь. Я сейчас молюсь о людях, которые понимают, что у вас личной встречи с Богом глубокой не было. Такой, чтобы ты сказал, да, это мой Вифиль, это Бог, который коснулся меня. Если это касается тебя, тогда приди и скажи это сейчас. Драгоценные, откройте свое сердце перед Господом. Из глубины своего сердца скажите, Отец, Отец мой, Отец мой, Господь, коснись меня, коснись меня, откройся мне. Я хочу пережить личную встречу с тобой. Ты нужен мне. Коснись моего сердца, коснись моего духа, души, тела, коснись моего естества, так, чтобы я знал сам лично, глубоко внутри, что ты живой, любящий и благой Бог. Я не хочу знать тебя понаслышке. Я не хочу знать тебя из рассказов, из прочитанных книг. Я хочу знать тебя лично. Говори ко мне, коснись меня. Все нуждали мы, как овцы, каждый на своем пути. За кого жена держится и куда жена идти? И стучит так сильно сердце перед святостью твоей будь прославлены навеки, господин на надежу матье Субтитры создавал DimaTorzok Все блуждали мы, как овцы Каждый на своем пути За кого же нам держаться И куда же нам идти И стучит так сильно сердце Перед святостью твоей Будь послабленный напевь Господин души моей Ты открыл мне глаза Я увидел тебя Как ты прекрасный Господь Ты открыл мне глаза Я увидел тебя Как ты прекрасный Господь Только ты за той Ты один за той Но о тебе И шо мой дорогой Не родился той Ты один за той Я увидел тебя Я увидел тебя И шо мой дорогой Только ты Дорогие друзья Ты один за той Дорогие друзья Дорогие друзья И шо мой дорогой Только ты Я увидел тебя 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 Вы знаете, Иаков, пережив все то, что с ним было, он возрил елей и сказал, здесь будет Дом Божий. Но если мы внимательно смотрим в Слово, то, к сожалению, он не построил то, что обещал. Он прожил долгую жизнь, насыщенную жизнь. Он видел многое, и многое Господь произвел через него. Но то обещание, которое Он сказал, будучи таким вдохновленным, Он не исполнил. И я знаю, что мы в запале нашего служения, в следовании за Богом, что-то обещаем Ему. Я буду жить так-то и так-то. Я буду служить. Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни позвал меня. Друзья, сегодня мы имеем возможность сделать то, что мы и обещали перед Богом. Ты обещал Ему служить? Начни служить. Не жди старости. Не жди, когда твоя жизнь придет к закату. Начни служить сейчас. Служить по-настоящему. Обеты исполни. Обещания перед Ним исполни. Я верю, что это благословение. Я верю, что это благословение. Эй, ты милостивый Бог. Ты изливающий благодать на народ Твой. Ты долготерпеливый, любвеобильный Бог, знающий наши сердца. Ты тот, кто борется вместе с нами, как Ты боролся с Яковом. Вместе, рука об руку, против всего злого, против врага душ человеческих. Ты тот, кто боролся. Ты тот, кто проходит и проживает эту жизнь вместе с нами. Святой Израилем, мы благословляем Твое имя. Да будет благодать Твоя на народе Твоем. Да будет благодать Твоя на каждом из нас. Да будет благодать Твоя, Боже, на каждом, кто призывает имя Твое. Славим Тебя, Боже. Славим Тебя, Святой Израилем. Превозносим Твое имя. Только Ты со мной, Ты один со мной, Хвала Тебе, Ишу мой дорогой. Только Ты со мной, Ты один со мной, Хвала Тебе, Ишу мой дорогой. Только Ты, Господь мой, Хвала Тебе, Ишу мой дорогой. Только Ты свято, Я не свято, Хвала Тебе, Ишу мой дорогой. Только Ты, только Ты. Ишу мой дорогой. Хвала Тебе, Ишу мой дорогой. Только Ты, Господь, Ишу мой дорогой. Только Ты со мной, Ты один со мной, Хвала Тебе, Ишу мой дорогой. Хвала Тебе, Ишу мой дорогой. Хвала Тебе, Ишу мой дорогой. Хвала Тебе, Святой Бог Израиле. Аллилуйя. Воскликните Ему. Воскликните. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Ишу наш дорогой. Слава Тебе, Святой Израиле. Аллилуйя, друзья. Аллилуйя. Наше служение приходит к концу. Наше служение перед Господом продолжается. И да благословит вас Господь и сохранит. Да презрит на вас Господь светлым лицем своим. Да обратит он лицо свое на каждого из вас и улыбнется. Да дарует он вам свой мир. Да будете вы благословенны ваши дома, труд ваших рук. Да благословляет вас Господь и хранит. Да будет он вашей стеной, крепкой башней. Да благословит он вас. Да будет он опорой вашей во все дни вашей жизни. Да будет он исцелением вашим, знаменем вашим. Да будет он эль-пирацим вашей жизни. Бог прорыва. Да будете вы благословенны перед Ним всегда. Бэшэм Ишуа Мэшэха во имя Ишуа Мессии. Амэн. Амэн, друзья. Мы ожидаем вас в 6 часов вечера. И там на выходе есть пригласительные. Возьмите их и пригласите, пожалуйста, еще кого-то. Не упустите этот шанс. С миром Божиим. Амэн. 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 Аллилуйя 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 Твое имя поспевать Одевать твои землики Днём и ночью озвучай, Ты могуществом лишула, Облачён отцом навеки. Твой престол и твоя сила Не подвыкнутся. Когое? Когое? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»